всем здравствуйте мои уважаемые зрители у нас расклад послание от вашей души от ваших ангелов хранителей от вашего высшего я для вас здесь и сейчас давайте посмотрим что нам хотят передать может быть вы на что-то не обращаете внимание у нас будет четыре варианта первый у нас будет красный 2 зеленый 3 желтый и 4 будет черный камушек закройте глаза расслабьтесь постарайтесь чтоб вам никто не мешал и задайте вопрос как в глубь себя что ты моя душа мой дух мое высшее я мои ангелы хранители хотите мне сейчас передать на что мне нужно обратить внимание и выберите один из четырех вариантов можете выбирать по цифрам 1234 можете выбирать по камушкам хорошо если вам нужно больше времени останавливайте видео давайте посмотрим что нам хотят передать наши ангелы-хранители наши высшее я наша душа на что нам нужно обратить внимание здесь и сейчас хорошо давайте начнем с первого варианта что у вас происходит сейчас что вам нужно обратить внимание его и что вас ждет ближайшее будущее второй вариант что у нас происходит сейчас на что вам обратить внимание и что вас ждет ближайшее будущее третий вариант желтый камушек что у вас происходит сейчас на что вам нужно обратить внимание что вас ждет ближайшее будущее и четвертый вариант для тех кто выбрал черный камушек что у вас происходит сейчас на что вам обратить внимание что вас ждет ближайшее будущее хорошо давайте начнем с первого варианта для тех кто выбрал красную яшму давайте посмотрим послание от вашего души души от вашего высшего я от ваших ангелов хранителей для вас здесь и сейчас что у вас происходит сейчас так чтобы вам было видно давайте вот так положим на что вам нужно обратить внимание и что вас ждет ближайшее будущее да я не сказала время ну вы сами посмотрите может быть две-три недели месяц от силы то там что я 1 месяц делаю такой расклад то что у вас происходит сейчас здесь у нас ложится четверка эванс эванс это событие карта называется конфликт и она у вас прямая мы здесь видим на карте что лодку бросает в бурном море и человек пытается удержать ее на половом да эта карта может говорить о предстоящей ситуации или то через что вы просто проходите сейчас это может быть конфликт другим человеком который может проявляться в беспокойстве а может быть даже в в открытой враждебности но также карта может показывать кого-то вашей жизни кто пренебрежительно к вам относится это может быть друг член семьи коллега на работе и скорее всего для вас это очень неприятно может быть вы сейчас не знаете как вам этот конфликт разрешить но еще по этой карте может быть вашей жизни сейчас происходит какая-то сложная ситуация может быть очень большая нагрузка на работе или кто-то из членов семьи болен или может быть кто-то капризничает карта говорит возможно у вас сейчас ощущение как будто вы потерялись в море посреди шторма и очевидно в эту ситуацию не можете контролировать но тут у нас еще бурная вода который показывает скорее всего очень у вас сейчас высокий эмоциональный фон ну как бы карта говорят если есть возможность постарайтесь выйти вот из этого вихря попытайтесь вернуть спокойствие в вашу жизнь но еще это может быть волнение внутри вас может быть сейчас вас одолевают какие-то страхи беспокойство может быть бессилие но карты ворот вы должны выстоять и постараться более спокойно посмотреть на эту ситуацию и в первую очередь принимайте те решения которые уважают у вас вот этот что он пройдет и вы снова начнете плыть по мирному морю на что вам нужно обратить внимание здесь у вас ложится пятерка intention к на карта называется back and forth но это у нас назад вперед то есть вот человек стоит на качелях и то туда то сюда ему кажется что он движется на самом деле он стоит на месте как может показывать что вы сейчас можете находиться в каком-то затруднительном положении может быть вы застряли между двумя вариантами и никак не можете выбрать как бы колеблитесь то туда то сюда это выбрать или это выбрать но пока фактически как карта говорит вы сейчас застряли вы не можете двигаться потому что скорее всего не уверены а может быть даже боитесь что-то одно выбрать и карта говорит возможно вы в таком положении находитесь уже довольно таки продолжительное время может быть это связано например с новым направлением вашей карьеры творческие проекты или что-то связано с финансами но также здесь может быть сомнения оставаться ли в ваших нынешних отношениях но опять же вам тяжело этот выбор сделать скорее всего вас останавливает растерянность и неуверенность себе карта говорит может быть вот этот страх принять неправильное решение заставляет вас вообще не принимать никакого решения но ваша энергия застаивается оставляя вас в тех же самых чувствах и с теми же самыми результатами вот для сейчас вам нужно на это обратить внимание для вас пришло время сойти с этих качелей и выбрать следующее лучшее для вас направление и что вас ждет ближайшее будущее здесь у нас ложится двойка cycle cycle это цикл как и называется статус-кво то есть это существующее положение все так как есть это как бы оставаться прежним здесь на карте мы видим улица где все одинаковое она может указывать на период небольших изменений для вас в настоящее время желательно сохранить нынешнюю энергию в отношении таких стремлений как работа отношения или местоположения сейчас вам нужно позволить инерции вашей жизни продолжать свой нынешний путь карта вам советуют заняться медитациями чтением общением с единомышленниками с друзьями с теми людьми с кем вам нравится общаться также карта вам советует внести баланс ваши мысли в ваше поведение это для вас сейчас должно быть приоритетом вот когда эта карта появляется а например в вашей жизни начинаются какие-то существенные изменения то здесь вам идет послание что вы должны заниматься личными делами которые помогут вам сохранить ваш внутренний баланс вы должны помнить что центром вашего статус-кво всегда является ваша божественная сущность это у нас был первый вариант я благодарю вас за просмотр всего хорошего хорошо у нас расклад для тех кто выбрал зеленый камушек давайте посмотрим послание для вас что у вас происходит сейчас мы как рассмотрим послание от вашего высшего я на что вам нужно обратить внимание что вас ждет ближайшее будущее но ближайшее будущее мы уже уточнили это где-то плюс-минус месяц у вас две духовные карты первой карты это то что у вас происходит сейчас здесь у нас ложится двойка спирит это у нас и у high self ваше высшее я на этой карте мы видим женское сердце с блестящими крыльями которые излучают золотой свет эта карта представляет ваш собственный вечный дух ваше высшее я то часть вас которая существовала еще до этой жизни и она говорит что сейчас вы вступаете в очень ценное интуитивное время в котором вы можете почувствовать истинную глубину своей силы может быть вы сейчас отбрасываете все чувства сомнения ограничения как бы проникая глубоко внутрь чтобы почувствовать вот эту безграничную силу вечной вибрации вашей душе карта говорит займитесь сейчас медитация не чтобы получить все понимание в котором вы нуждаетесь и все решения которые вы ищете ваша душа расчищает путь для полного счастья поэтому пусть вот это священное я направит вас и когда вы это сделаете вы начнете замечать волшебные события своей жизни на что вам нужно обратить внимание здесь у нас ложится единица energy energy это энергия карта называется коридж коридж это мужество храбрость и здесь в прямом положении мы видим человек оделся в латы у него есть меч ему нужно войти как бы в темный лес но у вас эта карта ложится перевернутом положении здесь вам идет сигнал от вашего высшего я что есть или уж или вот-вот произойдет какая-то важная ситуация которая потребует от вас выйти из зоны комфорта да она может показаться сначала вам пугающий может быть вы какое-то время будете ее избегать но сейчас для вас наступает время принять вызов но и также от вас может потребоваться предпринять какие-то радикальные действия которые могут потребовать глубоких перемен в продумывание вашей жизни например это получение новой работы а может быть даже полностью смена вашей карьеры но это может касаться и ваших личных перемен и от вас потребуется большая смелость чтобы избавиться например от вредных привычек таких как выпивка курение переедание азартные игры но карта говорит у вас есть сила смелость внутри вас чтобы предпринять вот эти важные действия и такой выбор действительно может поменять вашу жизнь хотя битва которую вы ведете возможно с самим собой того стоит 3 у вас карта это тоже семерка спирит это ascended masters это у нас вознесенные владыки но у вас прямом положении в прямом положении у нас идет послание от двух вознесенных владык голод у нас это символизирует иисуса и лотос это символизирует буду духовный мир наполнен активными сущностями которые стремятся помочь вам во всех сферах вашей жизни некоторые из них вознесенные владыки те кто жил на земном плане раньше а теперь работает в энергетической области эта карта говорит вам взглянуть на свою жизнь и открыться для мастеров которые наиболее резонируют с разрешением который вы сейчас ищите иисус представленный здесь голубем приходит с безграничной целительной силой независимо от вашего религиозного убеждения он может принести вам чудодейственную помощь физическом умственном или эмоциональном исцеление как мастер любви он может открыть ваше сердце чтобы вы могли изведать безусловную любовь которую вы достойны иметь как для самого себя но также он может привнести более любящие отношения в вашей жизни а также наделить вас даром проявлять очень большое сострадание к людям которые вас окружают представлены здесь лотосом будда приводит йогу к большому осознанию и просветлению обращайтесь к нему за помощью в медитациях духовном понимании а также для достижения внутреннего мира вот в эти трудные времена он также является мастером беспристрастности поэтому если вы имеете дело например зависимостью какой-то пагубной привычкой или вас обуяло отчаяние касательно ваших целей он может стать для вас наставником которого вы ищете это было послание для тех кто выбрал второй вариант зеленый камушек я благодарю вас за просмотр всего вам хорошего хорошо у нас просто послание для тех кто выбрал третий вариант желтый камень давайте посмотрим что вам хотят передать ваши духовные наставники ваше высшее я ваша душа на что вам нужно обратить внимание что у вас происходит сейчас на что вам нужно обратить внимание и что вас ждет ближайшее будущее потрясающие карты но ближайшее будущее это где-то плюс-минус месяц что у вас происходит сейчас здесь у вас ложится восьмерка эванс карта называется креатив эндевор это творческие начинания здесь мы видим и стоит и мольберт и скрипка карта предвещает период большого творчества для вас если вы думали о новом творческом проекте то пришло время начинать работу ну а если вы уже работаете над таким проектом эта карта говорит о том что вы должны переходить на более высокий уровень вашей работе действия связаны с этим занятием могут быть чем-то личным такими как учиться рисовать или играть на пианино вы можете даже поступить учиться чтобы узнать что-то новое кто-то может быть сейчас уже профессионально этим занимается также вы можете заниматься рисованием или открыть например художественную студию но также здесь может быть очень большой потенциал в написании книг эссе статей может быть кто-то ведет блоги также это публикация театральное музыкальное исполнение или какие-то сочинения если те или иные творческие энергии призывают ваше сердце сейчас самое время действовать оставьте свои сомнения поделитесь своими талантами с миром это желание вашей души на что вам нужно обратить внимание здесь у нас ложится перевернутая карта это у нас двойка эванс эванс это у нас событие карта называется лосс лосс это потери утрата и прямом положении мы видим человек пришел на пирс и увидел что веревка разорвана и его парусник унесло в море но когда у нас эта карта переворачивается то в перевернутом положении карта говорит что парусник плывет обратно к человеку это указывает на какую-то старую потерю который либо возвращается либо заменяется чем-то новым карта говорит что подходит концу период грусти и ограничений и ваша жизнь сейчас открывается каким-то счастливым связям достижением даже более прекрасным чем те которые вы потеряли на энергетическом уровне есть кое-что что вам нужно запомнить если старая любовь ну или например старая работа возвращаются к вам вы должны подходить к этому возврату с обновлением здесь нужно обязательно поработать над ошибками которые для вас показались сложными в первый раз отнеситесь с уважением к себе и другие будут также относиться к вам но если вы обнаружите что привлекаете что-то или кого-то нового никогда не забывайте что вы заслуживаете самого лучшего вселенная богата и готова воплотить все ваши мечты в реальность и что важно ближайшее будущее у нас здесь восьмерка кончистность кончистность это осознание и как называется happy success счастливый успех мы видим что человек стоит в цветущем поле с вытянутыми руками как бы очень чему-то радуется счастливо смотрит на небо и вокруг него идет дождь из драгоценных камней серебряных монет и капель яркого света и он явно полон радости от обильных благословений приходящих нему счастье это выбор как и сознание успеха и эта карта знаменует для вас время великой радости и изобилия это может быть форме расширения богатства любви или деловые достижения и обещание для вас состоит здесь в том что желание о котором вы мечтали наконец-то исполнится так что открывайте свое сердце успеху и счастье у которой приходит в вашу жизнь у нас был третий вариант я благодарю вас за просмотр всем хорошего до свидания хорошо у нас расклад для тех кто выбрал четвертый вариант черный камушек давайте получим послание для вас что ваше высшее я что ваша душа хотят вам передать на что вам обратить внимание что у вас происходит сейчас на что вам обратить внимание и что вас ждет ближайшее будущее у вас две карты intention intention это намерение что у вас происходит сейчас тут у вас ложится единиц intention карта называется hidden motivation это скрытые мотивы но карту вас легла перевернутая она показывает что возложенные на вас самих дорожные блоки начинают устраняться ваши мысли становятся более сосредоточенными фактически все что вам нужно знать сейчас начнет проявляться таким образом чтобы дать вам силы и расчистить путь вперед возможно у вас сейчас возникли некоторые сомнения относительно того чего вы действительно хотите и того как вы этого можете добиться может быть здесь были другие люди чьи скрытые мотивы вам мешали но сейчас для вас наступает время силы и проявление ясности для вас пересмотрите свои планы и действуйте в свете ваших высших намерений когда вы проясните свои намерения то у вас получится сделать большие шаги в направлении ваших желаний на что вам нужно обратить внимание здесь у нас ложится семерка кончистность кончистность это осознание карта называется victim mentality это жертва ума жертва интеллекта жертвами жертва ментальности то есть прямом положении мы видим что человек рукой привязан к ножке кровати как бы он сидит за как загнан в угол и здесь из картины течет вода которые как бы подтекает под него пытаясь его поднять эта вода символизирует его душу который пытается как-то его расшевелить потому что человек скорее всего чувствует себя ну как безнадега то есть он смирился с какой-то ситуацией хотя он может отвязать эту веревку и уйти но карта у вас легла в перевернутом положении она говорит когда карта переворачивается вот эта веревка с вашей руки спадает как бы просто позволяя вам освободиться и карта указывает на вашу способность выйти из ситуации в которой вы чувствовали себя очень беспомощным или просто по крайней мере постарайтесь вернуть себе силу если вы проявляли пассивность своей собственной жизни то ваша душа сейчас жаждет признание вашей ценности и внутренней силы и вы должны знать что вы сейчас готовы это сделать у вас наконец-то появилась смелость воля и все что вам сейчас нужно это просто встать до поначалу может быть сейчас вас это будет немного пугать но карта говорит не сдавайтесь пусть ясность вашего духа проведет вас сквозь все эти трудности что вас ждет ближайшее будущее здесь у нас ложится шестерка intention intention это намерение карта называется play it's safe это играть в безопасность то есть мы видим что женщина сидит за столом как бы за забором а на расстоянии там вдали фейерверки освещают небо как бы женщина очень расслаблена она выглядит комфортно в прекрасном саду как бы игнорируя мир за забором ее ситуации может быть адекватной но на самом деле она упускает все радости и волнения за пределом ее известного окружения и это карта будет отражать ситуацию которая будет у вас происходить есть обстоятельства отношения или даже место в котором вы решили остаться из-за привычки запрета а может быть неуверенности в себе может быть вы предполагаете что что-то знакомое она для вас предсказуемо и следовательно это для вас безопасно но не всегда так на самом деле вы можете ограничивать себя а также ограничивать радость которую вы можете испытать своей жизни только когда ваш выбор остаться основан на чувстве подлинной радости и чувстве собственного достоинства это решение находит отклик вашем сердце но сейчас для вас наступило время рассмотреть все ваши варианты и знать что вы достаточно изобретательные чтобы прорваться через этот забор вашего собственного производства для вас сейчас открыт весь мир поэтому карта говорит присоединяйтесь к этому празднику жизни это у нас было послание для четвертого варианта я благодарю вас за просмотр всего вам хорошего до свидания